доброе утро мои дорогие друзья с вами марина и мы на моей кухне я варю кашу каша будет манная неудобно конечно это сахар я вот на больше чем на пол-литра закипела уже очень давайте пробежимся потом я говорю каша будет манная и маленько из твердых сортов пшеницы но его не часто один раз в месяц может быть и дима на кашу нельзя сейчас так вот продолжать съемку снимать и варить потому что комочки же будут ничего страшного так дальше я хотела показать хотел показать вам хлебушек было три бухгалочки сейчас 2 лежат здесь да надо было тоже заранее вынуть и в общем пикуя в большой керамической форме цвет и у меня как раз туда три буханки ходят и приходится ломать не смотрите что такая корочка я специально зажариваю так сильно кто не хочет не ест но тогда у меня полная гарантия что хлеб пропекся вот такой вот пышный хлебушек мягкий вот три таких вот буханочки получается с килограмма муки большому там большой форме керамической так что у меня у меня зацвела лаксиния бабушкин граммофончик ну я кто я что же бабушка до последнее время мне стали такие нравится прошлом году цели вот это как-то не очень цела не знаю что с ней делать она стояла на ярком солнце это я недавно сюда принесла после того как распустились цветки ну как сказать-то я очень длинный цветоносы кто знает кто с глоксиниями на ты подскажите что делать ну конечно цветок смотрите какой огромный он какой очень красивый насыщенный цвет так здесь у меня лежит батон я вчера попросила соседи чтобы купили мне батон это я буду делать котлеты мне нужен хлеб на фарш разрезала его мне ночь пролежал ну немножко под конечно подчерстил но вот чуть чуть больше ну неважно пока я займусь нужно черствеет вот здесь мы в этом кувшинчике храним кипяченую воду это меня наломанные точнее нарезанные верхушки у развилок томатов всем всем вам по моему штук вчера нарезала отдам сегодня соседки и не хватило рассады они у нее укоренятся на посадят они вот даже с бутонами видите вот так что нормально еще воду корневинчику сыпану и чтобы не ускорение укоренились пойдемте сходим сад я ненадолго с вами сейчас холодно слушайте вообще я еще без кофты ну ничего меня иммунитет хороший быстренько пробежимся просто коротко по новостям так вот вчера вы же помогаем соседей друг другу то что покупает едут допустим леруа покупают вот соседка купила нам капельный полив с пендетруб трубой тюмой сладкий вот пендет такой мы специально такой искали видите прочная толстая трубка с капельницами не лента трубка это для помидорной теплицы будем делать если что-то со мной по пятам соседи у нас завели собаку вот такой щенок еще не до песок он конечно завывает песклявый очень маленький еще воспитается надеюсь хозяин такой там серьезный мужчина не был бы серьезный такой буду в 35 лет не построил так вот смотрите как выглядит уже моя клумба с этими забирками под террасу пока у нас опять затык это невозможно просто я уже вся извелась но ничего не могу с этим поделать пока какие времена так мы поехали все бы что нам нужно выбрали так людей просить в доставке к цатуру не всегда все есть вот это примулы такие прямо нарядные такие прелесть просто такая кочечка смотрите вот рядом хоста необычной расцветки это и вчера прошлом году рассаживала это брунира смотрите как сильно разрастаются кусты потом я цветоносы срежу и будет она все лето стоять в шикарных серебристых листьях тоже пора рассаживать но не в этом году может быть осенью может быть следующей весной я буду тут менять просто рассажу так вот зацветают подарочные тюльпаны которые мне дочь подарила я посадила и в декабре прям при вас саде сажала вот конкретно это этот ящик с луковицами прекрасно уже прижились анютины глазки но им холода не бояться вот это недавно их сажала помните вот это мне тоже соседка купила то что я давно хотела а его японскую вот прекрасную фрисдорфер тип где-то метр среднем у нее высота будет цветет она красными цветами дает съедобные плоды и вот я ради всех ее качеств заказала она была в малюсеньких горшочках я пересадила вот в эти в них она будет у меня наверное весь этот сезон жить может до зимы наверное до осени осенью пересажу на постоянное место и я их прикопаю вот туда вот в ту вот в тот цветник я вам сейчас я покажу здесь у меня приготовлены ячейки для кабачков и тыкв и это не только для меня но и для соседей тоже вот здесь у меня ждет свои высадки и подращивать немножко корни очень красивая сирень соседки на здесь я высадила капусту и капусте не всей капусте понравилось в этом месте некоторые подвяли некоторые вот стоят как солдатики не знаю в чем дело ну я еще подсеяла цветной капусты какая пропадет на ее место посажу свежую рассаду вот так вот все здесь вот больше никаких новостей нет начала готовить грядки под посев морковка укропа свекла в общем все такое вот в эту большую грядку тоже будут смешанные посадки пока не знаю что это решится так дальше мы разложили в этой теплице капельный полив покажу потом потому что все укрыто вот так красиво тоже расцветают тюльпаны эти горшки я приготовила для ежевики вы помните у меня эксперимент эксперимент удачный я вам все покажу ежевика укоренилась и я скоро буду ее рассаживать и вот такие вот красивые тюльпаны между ними тоже прижились анютки на нити на глазки вот такие тюльпаны мне нравится такая красота так у меня этот климатиста проснулся я переживала что он не проснулся проснулся и вот там от корня вот они маленькие зелененькие вот они видите пошли побеги это красный мис кори ван что ли называется красного цвета клематис а этот вот уже какой большой поставила им общую опору ну теперь уже кованые или сварные опоры это все будет откладываться теперь на следующий год сейчас здесь все зарастет уже и уже какие опоры но забирки может быть еще конечно сделаем все зависит от того как нам снимут карантин это у меня флоксик ждет своей посадки так здесь я начала все убирать вот под ревени я еще больше подложила листвы видите как бы замульчировал очень толстым слоем грядку этот ревень у меня тоже зацветает но пока дал только два бутона вот а у этого смотрите какие огромные выдвинулись цветоносы не буду ломать листьев которые мне дадут они не выше крыши хватит пусть подцветет мне нравится красиво они же еще не расцвели это еще только цветоносы смородинки мои прижились это это крыжовник вот этот маленький это красные смородины то черные прижились ну потому что стоит прохладная и влажная погода им все хорошо вот сейчас еще больше сюда вот этот соберу весь картон и присыплем песочком прямо чуть-чуть тоненьким слоем чтобы это порнографии видно не было этого картона яблонька вся в цвету стоит особенно с южной стороны хорошо видно вот эти чудесные цветы их много и нежный аромат еще бы завязалась много яблок было вообще здорово да вот но вкус у меня забрали бузульника видите яма осталась сегодня засыплем здесь я уже посадила флокс метельчики и вон там посадила флокс это розовый это сиренево-голубой локсик ну так все видите все здорово эти хост это вон смотрите как вылазили сюда я уже высадила из горшка у меня нужен воспитание в горшке разные лилии я прям их с комом вынула и посадила а это у меня передержки или как это в школке прямо в горшке прикопан сидит пион борзелла желтый который у меня уже есть ему место я знаю куда вот и он здесь пусть у меня сидит все лето я буду сжать его осенью так положено вот так что то грядочка просыпается видите все славненько еще буду сюда досаживать но чтобы вот уплотнить немножко потому что здесь же много пустой земли может быть гейхеры рассажу не знаю мне нравится когда они цветут гейхеры очень долго цветут такими красивыми малиновыми цветочками не знаю если они у меня разрослись то можно будет рассадить вот так дальше бордюрчик я посмотрю в общем так что здесь у меня сейчас покажу вот смотрите вот здесь у меня малина да и я показывала прошлом видео вот здесь вот было много поросли корневой вот прям вдоль вот этого бортика это изобильные я посмотрела сорт малина и я вот то что здесь возле бортика было аккуратно выкопала а то что у меня на нужной мне линии вот по линии да я оставила побеги и они будут следующем году уже плодоносить вот но я буду вставлять что 56 побегов остальные все равно буду удалять не надо слишком много сейчас у меня здесь вообще 2 а там не знаю там один вот эти два куста изобильные а дальше идет уже другая малина там идет гордость россии патрицы вот и выкопала и смотрите что я сделал вот что я сделала вот они красотки май это я посадил эти в эту поросль корню прикорневую до посадила горшки вот и она они уже очухались они уже подняли головки с в эту они были знаете такие немножко вялые я здесь поставила их тенек здесь практически за кампусником то всегда тенек и вот они будут приживаться а летом я их когда увижу что корни хорошо разрослись я уже их отдам хозяевам потому что их у меня но не купили но уже заказали все 10 горшочков это тот маленький тоже вырастет сейчас быстро пойдет ростами там очень хорошая корневая ну и буду делать еще потому что люди захотели этот сорт изобильную это же в общем то замечательный сорт только на бегучие вот еще если вот еще вот здесь где-то пробьется вот возле бортика там где мне не нужно я еще буду откапывать а у этой малины пока ничего откапывать не буду потому что мало видите мало побегов замещение поэтому я буду здесь пока и для себя сохранять даже вот этот возле бортика оставлю потому что что здесь смотрите мало видите пока оставлю у себя так что в этом году у меня будет предлагаться людям уже еще только вот изобильные вот это только вот предлагать но я очень довольна потому что сорт хороший ягоды вкусные крупные очень длинные плети цветет земляника цветет значит скоро будет ягодка и все здесь понравилось понравилось что я дала свободу убрав средний ряд видите уже почти сомкнулись и скоро уже я не знаю недели две будет тепло даже меньше уже сомкнется бутоны вот на этом пионе как ни странно смотрите уже набирают окраску вот он расцветет в этом саду в этом яблони в плодовом саду расцветет раньше всех здесь как-то эти все пионы еще такие полусонные ну вот и я хотела вам показать теплицу ну сейчас сюда завернем вот видите грядка муж у меня сегодня аккуратно установит но по уровню чтобы ровно было и выровняет вот этот весь участок и туда мы заложим вот все растительные остатки вот куча лежит я эти все мешки приберем здесь у меня будет порядок вот в этом кусочке сада будет порядок мы здесь уже сейчас начнем тоже подготовку сделаем две ямы под будущей саженцы еще две и мне нужно будет как только будет возможность купить три саженца мне нужно груша можно два сорта и вишня не знают я буду думать еще потому что могу посадить себе позволить здесь только три деревца вот так ну вот а грядка это будет стоять в этом году в ней будет будут расти тыквы на вот растительных остатках соберем все прицепим землей посадим в тыкву земляника у меня вот это еще не не очень заметно да она фестивальной уже цветоносы здесь как-то я еще не вижу может еще не приглядывалась на фестивальной земляники уже цветонос вот здесь у меня видите такой хозяйственный уголок вот здесь я за бочками поставлю большое большое строительное ведро воде и куда в который будет у меня квашня несмотря на то что у меня здесь очень много активные мульчи но все равно некоторые растения нужно поливать но без мульчи которые растут у клубника то на удобрять дополнительно вот цветоносы смотрите вот они вот вот это цветоносы уже молодых будем много здесь их вот такой у меня здесь красивый кустик фестивальной вот она пораньше в теплицу зайдем вот эту помидорную так вот смотрите как актинидия уже закрыла уже будет тенек я говорю еще пара-тройку теплых дней у нас холод стоит еще до конца недели будет холод и вот пара-тройка теплых дней и уже здесь все будет плотно листвой закрыта а еще на актинидия есть вот такие пятнышки на листах вот эти на пестролистные потом будут большие листья и большие пятна белые розовые давайте заглянем в теплицу смотрите что мне тут творится страшное дело просто не не говорите что они жируют что они такие толстые ничего не не жируют они цветут прекрасно вот видите сколько цветов просто они очень сытые скажем так я специально ничем не удобряла вы видели я сыпала золу и барафоску земля у меня здесь прошлого года тоже не удобрялась ничем единственное удобрение которое здесь есть это мульча из изкошенной газонной травы который лежит здесь толстым слоем и лежит так чтобы не касаться стволиков вот она вот она вот она мульча я по ней поливала и видимо червячки там перерабатывают червячков я постоянно сюда запускаю и вот видимо вот это питание идет этим помидорам но потом вы помните какая корневая система то сажалось то лежа вот здесь мне пришлось у многих инда терминут у детерминатных то есть невысоких я оставила вторую верхушку а вот у индетов у которых которые очень высокие я вторые верхушки по срезала плакала и резала потому что это будет невозможно со всем этим справиться если еще это оставить вот смотрите цветочная кисть вот здесь вот была верхушка они здесь не было неважно покажу потом знаете как сделаю я сниму когда найду очередную не срезанную верхушку ну так раздваивается я просто сфотографирую вам я могу вам кстати знаете на детерминатных показать где две верхушки вот смотрите вот у нет это терминантный сорт и вот она прямо развилка идет видите вот развилка идет два ствола вот это детерминатные поэтому вот тоже два ствола оставлены вот этим невысоким я по два ствола 100 а высоким всем по второму стволу срезала а там соседки пусть она выращивает эти прекрасные сорта и вот я продолжаю подвязывать меня спросили про петельки я сегодня сниму как я вижу вот эти петельки и зачем они нужны петельки эти нужны для того чтобы подвешивать на них плодовые кисти у грозди плодов вот то есть я уже все заготовила что для этого нужно буду вам потом показывать как я это делаю вы приходите на канал я вам буду показывать что дальше буду делать со своими помидорами не ужасайтесь что у меня такой темный лес ничего страшного в этом нет как только завяжется первая кисть постепенно все листья до первой кисти потихоньку будут сниматься и уже не будет казаться такой прямо тем темным лесом это все то есть листья будут удаляться сейчас конечно это плотно и они очень быстро растут вот я сейчас который самый высокий мало плохо стоявшие подвязала сегодня продолжу ну сегодня завтра мне некогда заниматься только помидорами поэтому я сегодня половину еще подвяжу вот ну может быть вот вот эту грядку до остальное доделаю завтра послезавтра низенький это чего не умно он и не падает стоит себе стоит потихоньку нам еще здесь надо капельный полив разложить потому что когда наливаются плоды нужно же жидкость нужно же вода им же надо пить и питаться сейчас они всего у меня в ботве ну вот видите это у нас середина уже вторая половина холодного мая ночью плюс 2 а еще знаете на телефоне по указатель погода пишет ощущается как минус один у меня включен грунт что было тепло и вот как я и говорила тепло поднимается от грядки от грунта и все и обволакивает растений и специально топить не нужно чтобы воздух какой смысл греть воздух когда плохо то корнем если холодно ну вот такие дела пойдем и завтракать говорю сейчас я нашу манную кашу приходите буду вам дальше рассказывать и показывать о своих помидорах если вдруг они заболеют и от вас не скрою вам все покажу если такой будет урожай я тоже вам все покажу и то что сейчас не жарко наверное это к плюсу потому что завяжутся все первые кисти урожай уже будет уже обеспечен дальше посмотрим всего вам хорошего давайте вместе выращивать помидоры вот пусть у вас будут такие же красивые жирные такие же цветущие и здоровые веселые кусты томатов всего вам хорошего с вами была марина